Я буду читать из места священного Писания. Послание апостола Павла, первое послание апостола Павла Коринфянам, 3 глава, с 19 по 23 стих. 1 Коринфянам 3, 19-23. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, улавляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвалит с человеками, ибо все ваше, Павел или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Все мы с вами, каждый из нас, делаем бесчисленные решения, принимаем бесчисленные решения на протяжении всей нашей жизни. Каждый день каждый из нас принимает решения. И в целом эти решения определяют, живем мы мудро или безрассудно, глупо. Наиболее важным фактором является то, что ищем ли мы или нет руководства Господнего Божьего в нашем каждом дневном выборе, с каждым решением, с которым мы сталкиваемся, что мы первое делаем, к кому мы обращаемся или к чему мы обращаемся. Те, кто основывает свои решения на своих собственных рассуждениях, чувствах, желаниях или советах других, выбирает, я бы сказал, безрассудный или глупый образ жизни. Потому что они проигнорировали единственный истинный источник мудрости всемогущего Господа. Знание, много знаний абсолютно не означает мудрость. Слишком много людей часто забывают, особенно в этом быстром мире, когда мы живем в последнее время, что наши выборы или наши решения не имеют последствия. Наша культура сегодня, как я уже сказал, этот мир, в котором мы живем настолько быстро, что мы хотим сейчас, именно здесь, без учета того, что, возможно, будут последствия наших выборов. Начиная уже в Эдемском саду, мы читаем, что Бог ясно говорит нам, сказал нам, что негативные последствия всегда следуют за неправильными, своевольными решениями. Бог должен иметь приоритет в нашем процессе, в процессе, когда мы сталкиваемся с каким-то решением, выбором. Бог должен быть на первом месте. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то выбором в нашей жизни, крупный он или мелкий, решение маленькое, как мы считаем, или большое, мы все должны спросить себя, следующий шаг, будет он мудрым или глупым. Бог хочет, чтобы мы искали Его воли, Его мудрости в наших решениях, потому что это наилучший образ жизни, и чтобы мы не делали неправильных, немудрых решений, за которыми мы понесем последствия. Писание различает два вида мудрости, мы с вами прочитали. Греки, коринфяне, апостол Павел пишут, что не считались одними из, можно сказать, таких смешленых людей в мире того времени, наверное, сейчас, не знаю, но Господь говорит, что их мудрость – безумие. Он ловит их в своих ховарствах и видит их сердце, насквозь их бессмысленные рассуждения. Человек, кроме Бога, не может хвалиться ничем. Истинная мудрость, и так, хотя бы обратить внимание на два аспекта – истинная мудрость и человеческая мудрость, если так можно выразиться. Истинная мудрость видит жизнь человека с точки зрения Бога, с точки зрения того, что говорит Господь в Своем Слове. Это означает, что те, кто говорят, что Библия, или нет времени до Библии, сегодня они автоматически выбирают глупый образ жизни. Они заблуждаются, эти люди заблуждаются, думают, что они могут жить долго, счастливо, мирно, успешно, без Слова Божьего. Но Писание является единственным способом для того, чтобы обнаружить эту мудрость на любой вопрос, с которым мы столкнулись в нашей жизни. Просто обратим внимание, если мы читаем Писание, насколько Господь наш премудрый. Он вездесущий. Он знает все. Его знания бесконечны. Ничто не уделяет Его, потому что Он видит вчера, сегодня и завтра. Совершенно ясно. В отличие от нас, Он никогда не меняет Своё Слово. Он никогда не пересмотрел Своё Слово. Он знает прекрасно каждого из нас, и Он знает, что нужно для каждого из нас. Даже в этот момент. С другой стороны, мудрость человека, она основана на том, что мы видим, слышим, думаем и чувствуем. Даже самые блестящие люди в этом мире ограничены в своих знаниях. На самом деле, интеллект человека, он часто является этим барьером, или, можно сказать, барьером для того, чтобы действительно видеть и познать правильную мудрость Божию. Знание имеет дело с умом, в то время как мудрость, имея дело или вопрос, отвечает на вопрос сердца и духа. Вот почему можно быть умным в некоторых областях жизни, все же неразумных других. Те, кто хочет жить отдельно от Господа, от Бога, полагается на свою собственную безопасность. Мы видим людей сегодня в этом мире. Они думают, что у них все запланировано, они контролируют свой следующий день. Но, тем не менее, независимо от того, насколько мы думаем, что мы уже все запланировали, приготовились к любой ситуации, которая бы не встретилась в нашей жизни, бывают ситуации, которые просто, мгновенно, в один миг развивают эту иллюзию безопасности. Единственная подлинная безопасность, как мы прочитали последний стих, это 3 главы, это 23, она находится в отношениях наших с Иисусом Христом, написано, что вы принадлежите Христу, а Христос Богу. Это подлинная и прочная безопасность. Никто, ничто не может коснуться нас этой безопасности, как Божья воля. Хотя мы не всегда можем понимать, почему Господь допускает ту или иную трагедию, может, в нашей жизни то или иную бремя, которое мы несем месяцами, годами. Мы можем точно быть уверены, что Господь и пути, они всегда самые лучшие для нас. Даже если мы проходим через трудности, мы понимаем, что Господь все рядом с нами. Когда мы принадлежим Господу, мы отдельны для Него. Мы позволяем Господу жить через нас, чтобы Его Слово проявлялось в нашей жизни, потому что Он действительно верно ведет нас через каждое наше решение. Я бы сравнил так, что человеческое знание – это как песчинка на море, на берегу моря, по сравнению с Божьей мудростью. Нам нет необходимости беспокоиться и бояться, что бы ни произошло в нашей жизни, мы можем действительно спокойно спать, потому что Господь владычествует над всеми решениями, над всеми ситуациями в нашей жизни. Господь хочет разделить свою мудрость со своими детьми. Он знает, прекрасно знает, что мы нуждаемся в Его помощи, чтобы жить мудро, чтобы просыпать мудро, чтобы действительно мы могли принимать мудрые решения, чтобы потом не нести тяжелые последствия за них. Даже действительно, если Он проводит нас через какие-то тяжелые моменты в нашей жизни, сердечные боли, мы понимаем где-то далеко, в глубине души, что действительно мы сами по себе никак, наверное, не смогли бы справиться, если бы не Господь. Когда мы слушаемся и повинуемся Его воле, Господь действительно ведет нас шаг за шагом, чтобы провести нас за той целью, которую Он приготовил. Тем не менее, если мы проходим через испытания и какие-то трудные моменты в нашей жизни без Господа, мы оказываемся в беде. Третий элемент – это житейская мудрость. Житейская мудрость всегда видит жизнь в человеческой перспективе. Люди, которые выбирают этот путь или маршрут этой жизни, часто находят оправдание в их таланте, может, имуществе, интеллекте и тому подобное. Тем не менее, ни одна из этих вещей не приведет их в небо. В послании Якова мы читаем 3 глава, 15 стих говорит следующее слово. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Три вида или типа человеческой мудрости. Земная, эта мудрость ограничивается человеческими мышлениями, может, какими-то достижениями. Хотя человечество и сделало какой-то прогресс, может, шаг в прогрессе науки, но самое главное, до сих пор мы не научились это ладить с друг другом. То, что людям нужно, это является действительно небесным источником мудрости, чтобы идти шаг за шагом в этом земной жизни. Следующее – это душевное. Внутри каждого из нас, человека на этой земле, есть такой естественный элемент – это я. Я хочу выбирать свой собственный путь, я знаю лучше, что для меня. Вот почему мы часто боремся с искушением в нашей жизни, иногда сопротивляемся поминоваться Божьей воле. Это чувствительная часть, которая относится к этой падшей природе Адама, которая у нас. И последнее – бесовское. Корень всей земной мудрости находится в сатане. На протяжении всей истории он использует тот же самый метод – это обман, который он когда-то использовал много лет назад в Эдемсамскаду, когда он говорил к Еве, «Ты умная, ты можешь сама справиться с этой той или иной ситуацией, тебе не нужен Господь». Итак, какой же нам, какой же мудрый способ и почему мы должны выбирать его в нашей жизни? Для того, чтобы действительно жить мудро и принимать мудрые решения в нашей жизни, мы должны искать правильный совет. Мы никогда не должны основывать свои решения, может, на каких-то достижениях, которые мы даже уже прошли в нашей жизни, или, может, когда мы смотрим на других людей, они думают, вот, у них получается что-то лучшее, потому что они делают то или иное. Вместо того, мы должны искать ответ в Слове Божьем, что Господь говорит. В конце концов, как я уже сказал, Он знает все, Он имеет все возможности, чтобы ответить и помочь нам в любых вопросах в нашей жизни. Если мы слушаем и ждем Его инструкции в нашей жизни, мы можем быть полностью уверены, что Господь всегда имеет правильный путь для нас, и мы обнаружим это в своей жизни, когда мы действительно доверимся Ему. Даже когда есть ситуация или направление не имеет смысла для нас, может, мы не понимаем это своим разумом, в тот или иной момент мы должны сильно понять, что Божье, оно всегда лучше человеческого. Мы никогда не ошибемся, если мы будем верить и повиноваться Его воле. Есть действительно только два выбора, как я уже сказал в жизни. Мы либо живем Божьей мудростью, либо мы живем неразумно, мы живем глупо. Из 17 стиха этой же Иакова 3 главы мы читаем, «Но мудрость, сходящая свыше, она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспрестранна и нелицепременна». Прекрасные слова, не так ли? Я думаю, что каждый из нас выбрал бы вторую мудрость, это Божью мудрость, для того, чтобы не выбирать человеческую мудрость, чтобы действительно правильно поступать в нашу жизнь. Итак, вопрос сегодня для каждого из нас. На каком основании мы строим свою жизнь? Какие решения мы принимаем? Если мы сталкиваемся... Каждый из нас принимает решения. Хотим мы этого или нет, маленькие или большие? Если мы сталкиваемся с решениями, какая наша первая реакция? От этого будет зависеть наши последствия. Господу пускай будет слава, за эти славу и тишину. Аминь. 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 Продолжение следует...